Девушки отдыхают Я заберу тебя с собой Ты должна хорошо себя вести Слушаться меня И быть хорошей девочкой Договорились? Не забудь Садыгакя, Снаха Салима Махфират, Саджидапа Всех предупреди Хорошо? Примите наше соболезнование Спасибо Дай вам, Аллах, терпение Спасибо Все, не плачь, Плакса Если будешь плакать Я не буду с тобой играть Но все в воле Аллаха Дай вам терпение Тетя, а можно я куклу возьму с собой к маме? Ах ты моя родненькая Поставим вот здесь Здравствуйте, папочка Здравствуй, дочурка Как ты? Не скучала? Все в порядке? Молодец Ты пообедала? Папочка Да, доченька А мы к маме не пойдем? Надо же Забыл Доченька, ваша мама Передала вам письмо Вот Папа Да, доченька Ведь я не умею читать Вообще Читать чужие письма неприлично Но так как ты не умеешь читать Я прочитаю тебе Ну-ка Что тут мамочка написала? Здравствуй, моя доченька Иродохон Очень хочу вас увидеть Но врачи Не позволяют Очень скоро Буду здорово И мы снова Будем все вместе Я очень сильно По вам скучаю Слушайтесь, папочку И будьте хорошей девочкой Договорились? Хорошо Молодец, доченька Договорились? Держи Целую вас Целую Вас Дочка Доченька Иродочка Здравствуйте Здравствуйте Добро пожаловать Здравствуйте Как вы? Моя сладенькая Как ты выросла? Смотри, что я тебе принесла Надо же Спасибо И вот это тоже тебе С чаем будешь пить Сладкая моя Доченька Иди К тебе в комнату Поиграй Хорошо, папочка Как поживаете, сестра? Как дела у племянников? Хорошо Спасибо Не устали в дороге? Ты так и сидишь Уговариваешь себя Что все в порядке Спасибо Спасибо Не уговариваю, сестра А что ты делаешь? Хорошо Что прикажете мне делать? Сказать в открытую Ирода Твоя мама умерла? Дорогой братец Я не могу часто навещать вас У меня тоже дом, семья Племянника твоего надо женить Пойми меня правильно Извините, сестра, извините Я понимаю Мы сильно вас замучили Да брось ты, братик Я не то имела ввиду Хочу тебе сказать вот что Скоро твоя дочь подрастет Ей будет нужен кто-то, с кем можно поделиться Посекретничать Послушай Я нашла хорошую женщину Разведенную С одной дочкой Хорошая женщина Муж Оказался негодяем Вот и развелась Подумал бы об этом чуток, братишка Подумай Сестра, перестаньте об этом говорить Если мне нужна будет женщина Я сам решу этот вопрос От того, что ты так упрямишься, твоя умершая жена не вернется Сколько месяцев прошло с тех пор, как она умерла? До каких пор ты будешь жить бабылем? Хотя бы дочку пожалел Хватит, сестра Не плачь, доченька Не плачь, сладкая моя Кто тебя обидел? Вы обманули меня Не плачь, доченька Я тебя не обманул Оказывается, моя мама умерла Нет Твоя мама не умерла Твоя мама на небесах Теперь твоя мама с небес смотрит на тебя Не обманывайте Если она увидит, что ты платишь, сильно расстроится Доченька, я не обманываю тебя Вы теперь не любите маму? Нет Вы приведете другую маму с ее дочкой? Нет Нет, нет, бусинка моя Я люблю только тебя Доченька моя Люблю только тебя Я соскучилась по маме Мне хочется пойти к маме Твоя мама обязательно придет Обязательно Бусинка моя Сарвар пригласил меня на концерт Да ну А я была на концерте Лолы Мохи Неплохой парень И мы бы пошли правильно? А что? Следить, что ли? Иродо, брось Ты не видишь, что ли, Иродо? Иродо, твой телефон звонит Алло, Умараке Здравствуйте, папочка Я с подругами Я была с подругами, папочка Сладкая моя Теперь ты взрослая девушка Детские шалости Забудь Согласна? Папочка, даю слово Больше не повторится Ах ты, моя доченька Мой любимый, папочка Не торопись Вот так Все? Ну, справишься, я думаю Хорошо Снохе, привет передавай Да иди ты Кто вам нужен? Выйдите из машины Хотел с вами познакомиться Девушка, можно? В таком случае Могли бы прийти завтра Дела появились Знаешь, ведь магазин Не могу оставить Обижаешься на такой пустяк? Дела важнее меня? Важнее тебя На этом свете ничего нет Брось, не обижайся Больше не повторится Что с моим предложением? В прошлый раз Мы обговорили этот вопрос Давай больше Не будем об этом Не могу я жить В этой квартире Не могу Пойми меня правильно Моя гордость Не позволит Мне так поступить Умараке Это лишняя квартира Папа ее купил для меня Там все равно Никто не живет Все, Ирода, прекрати Если ты еще один раз Об этом заговоришь Мы с тобой разругаемся Тебе ясно? Вам ведь трудно Почему вы так упрямитесь? Все будет в ажуре Не думай, не переживай Мне не нужны Ни твои деньги Ни твоя квартира Мне нужна только ты Давай больше Не будем говорить об этом Ты голодна? Идем, перекусим что-нибудь Хорошо? Поехали Да, сейчас Да, видно Я вижу Хорошо Можно? Добро пожаловать Добро пожаловать Здравствуйте Как вам подходит Этот шикарный кабинет? Дорогой Махмудбей Какими судьбами? Как вы? Здравствуйте Дорогой, как поживаете? Глазам своим не верю, дорогой братец Очень хорошо, что вы вернулись Друг Очень жаль Но долго здесь не могу оставаться Через пару месяцев снова уеду Не могу оставить работу Да и дети против Однако, чем чужая сторона Свой дом Это другое? Правильно Связи не будут утрачены Я Саидаке с собой привез Правду говоря Хотел его там оставить у себя Но не хочу, чтобы его родительский дом Осиротел Поэтому вот Прибыли дядя и племянник Смотрите, как время прилетело И Саидбек Повзрослел Парень хоть куда Вы, небось, уже женаты? Дети? Да где уж там А что так? Ему 30 А все еще холост Да ну Не встретил девушку своей мечты Если искать по душе Она чего только не захочет Женись, да и все Дело в шляпе А не то, как этот брат Женишься в 35 Ничего страшного Встретишь свою суженую Что скажете? Умараке, посмотрите вон туда Жених и невеста? Красиво, да? Хоть горькую Но скажу правду Завтра твой папочка Выдаст тебя замуж За такого же богатей, как он сам Разве я выйду за того Кого папа выберет? А вы меня отпустите просто так? А что я могу? Ах так? Куда ты? Я пошутил И что ты такая вспыльчивая? Слово тебе не скажи Что случилось? Что такое? Тебе помочь? Уйдите, не подходите ко мне Подожди, не торопись Что вы делаете? Отпустите Тихо Не то сейчас брошу, дурочка Тише, тише, тише Телефон Папа Алло? Алло Да, папа Ладно, сейчас Папа, все в порядке, в чем дело? Пришла доченька Подойди ко мне, как твои дела? Спасибо, хорошо Доченька, сейчас придет ко мне племянник моего коллеги Ты с ним съездишь в банк, хорошо? Не поняла, почему я? Дорогая Ты моя единственная дочь Моя наследница Поэтому, думаю, пришло время досконально ознакомиться с делами фермы Это тебе не повредит и в дальнейшем даст свои плоды Цейдбек, добро пожаловать Здравствуйте Как дела? Как добрались? Знакомьтесь, это моя дочь Иродохон Здравствуйте Здравствуйте Иродохон излучает мои дела Это племянник моего коллеги Сейчас вы оба поедете в банк подписать вот этот документ Ты будешь представительницей нашей компании В добрый путь, доченька Дядя говорил, что Ибрахим Акэ женился поздно Но я не думал, что у него такая красивая дочь Смотрите на дорогу, будьте осторожны Я не собираюсь прощаться с жизнью Здравствуйте Здравствуй Умараке, хватит нервничать Мое сердце болит, когда я вижу вас в таком состоянии Будьте чуть-чуть веселее Когда я хотела сказать папе, вы сами были против Да хватит уже, папа, папа Нет твоего папа, ничего не надо, ясно? Простите меня, Умараке Я хотела, чтобы вам было легче Но не обижайтесь Не поступили в этом году, поступите на следующий Ну что теперь из-за этого страдать? Если я скажу папе, слушай сюда Договоримся так О твоем отце ни слова Иначе обижусь Как бы ни было тяжело Помощи у твоего отца просить не стану Поняла? Поняла К тому же не хочу Показаться ему плохим Ну а если об учебе? Ну не поступил и не поступил на эту учебу Мы ничего не забыли? Нет, все в норме Очень хорошо Хорошо Сестра, смотрите Проходите, проходите Ну, женушка, идем Проходите, здравствуйте Как доехали? Все хорошо? Пожалуйста Как вы, сестричка? Как доехали? Все в порядке? Проходите Проходите Фирузахон, проходите Как? Здравствуйте Сынок Ты как? Здравствуй Саидбек, проходите И вы проходите Просьба Туда Саидбек, присаживайтесь Садитесь Дай Аллах нам всем мира и благополучия Добро пожаловать, дорогие гости Спасибо Как вы, сестра? Как дела? Все в порядке? Сноха, вы не устаете? Все хорошо? Здравствуйте Здравствуй, доченька Идем Здравствуй, дорогая Проходи Это дочь моя Ирода Хон Идем, рода Совсем взрослая стала Не сглазить Когда мы уезжали Была совсем маленькая девочка Ибрахим Джан Слушаю вас Какую славную девушку Вы воспитали Надо бы ее украсть Что скажете? Ибрахим Помнится мне Маленькая была она Прибежала и поздоровалась Как сейчас помню Не смущайте Идем, дочка Ты знаешь Одна из основных обязанностей родителей Это когда девушка достигает совершеннолетия Выдать ее замуж В приличную состоятельную семью Дочка После смерти твоей мамы Я вырастил тебя в полном достатке Ты никогда ни в чем не нуждалась Братик, мне тоже есть что тебе сказать Слушаю Один парень Влюблен в нашу девочку Уже целый год Уже целый год Не понял Я понимаю, братик, что ты хочешь сказать Но может ты и о чувствах И роды подумаешь Парень Умар На один год старше Ироды Работает в Пайнете Расположенном возле колледжа Где училась Ирода По рассказам Ироды Умар Хороший парень Только отец Оставил их И мать вышла замуж Второй раз Отчим выжил его из дома Поэтому Умар с другом Снимает квартиру В высотном доме Возле колледжа И работает В Пайнете В этом году поступал учиться Но не поступил Надеется поступить В следующем году Днем работает в Пайнете А ночью подрабатывает сторожем Очень трудолюбивый парень Может стоит с ним встретиться Поговорить Узнать, что он за личность Сестра Я не ожидал от вас такого Моя дочь общается С какими-то бестолковыми Подозрительными лицами Ходит с ними по улицам Не порочит ли она честь Нашей семьи Дочка Ты это считаешь Достойным тебя? Куда делись Твоя честь Стыд Гордость Благородство Папа Я не делала ничего плохого Не сделала ничего плохого? Братик Ты бы поговорил с Умарджоном И все стало бы ясно Кто он и что он Так он уже стал Умарджоном? Где образованный Из известного клана Саидбей И где этот грязный отпрыск О котором ты говоришь? Завтра На деньги Заработанные в Пайнете И на свои Стражевые заработки Что он может сделать для тебя? Как он будет тебя обеспечивать? И где вы собираетесь жить После свадьбы? В этой грязной коморке Где он проживает с другом? Папа А вы разве Мне не поможете? Да если чуть-чуть Помочь жениху Он Что? Жених? Вот Все ясно Эх, доченька Это все его слова Это он тебе надоумил? Этот грязный нищеброд? Хоть я его не видел Я уже знаю о нем все Запомни, ты ему не нужна Ему нужны наши деньги Жилье, имя Брат Ну почему ты измеряешь Все своим состоянием? Папа У Мараке от вас ничего не надо Он живет на свои Заработанные деньги А если вы сейчас Дадите ему деньги Он не возьмет Дочка Сейчас возьми Дай ему деньги Машину Дом Он тут же выкинет тебя На помоку Как использованную вещицу Для таких крохоборов Десять штук куплю За одну косушку лагмана Понятно? Точка Я тебя никогда За этого крохобора Не отдам Запомни Знай Выйдешь за Саидбека Разговор окончен Здравствуйте Как вы? Все в порядке? Присаживайтесь Как идут дела? Нормально? Как ваше здоровье? Спасибо Все хорошо Саидбей Мы вызвали вас По причине того Что скоро В столице Англии Лондоне Будет проводиться Тендер По профилю Нашей компании Где будут участвовать Крупнейшие Развитые страны мира Мы хотим Чтобы представителем От нашей компании Были вы Спасибо за оказанное доверие Не стоит Хоть и неудобно Но я скажу Говорите Я весь во внимании Из нашего дома К вам хотят прийти Саидбек Вы спокойно езжайте В командировку А остальные вопросы Мы постараемся решить Положительно Спасибо Я так и знал Что будет такой исход Я вообще тебе не ровня Твой отец прав Кто мне ровня А кто нет Я решу сама Будь я на месте Твоего отца Я бы тоже Свою дочь Не отдал бы За какого-то Никчемного парня Слушай меня Давай наши отношения Прервем прямо сейчас Вы до такой степени Меня не любите Что значит Твои слова Я не понимаю Вас у Мараки Зачем вы О расставании Все равно Согласие Твоего отца На первом месте Без его согласия Я ничего не смогу сделать Поэтому нам лучше Расстаться Прямо здесь Пойми правильно Все Ставим точку Нет Никогда так не будет Надер Тормози Хорошо Что же нам делать Я не знаю Ирода Твой папа Папа? Здравствуйте Если человек Старше тебя По возрасту Не подал руки Свою руку Не протягивай Садись в машину Еще раз Я увижу тебя Возле моей дочери Не обижайся на меня Сказал ведь Приду Хватит Не звони без конца Все Приду Сказал Приду Все Приду Я позвоню тебе Хорошо Хорошо Позвоню Хозяин Поехали Здравствуйте Здравствуй Извините Ибрахим Ахе Да Одна зарубежная компания хочет заключить с нами договор Саидбей Вы мое доверенное лицо Благодарю вас за оказанное доверие Да Все печати у вас на руках Сами ставьте Ибрахим Ахе Дело в том, что некоторые вопросы они хотят обсудить лично с вами Если вы не прилетите, не получится Как только возьму билеты, я вам позвоню Хорошо Жду звонка Дайте мне Вынеси, положи в машину Хорошо Малохатхон Слушаю В мое отсутствие с Иродой может случиться всякое Все дела отложите И глаз с нее не спускайте Будьте предельно внимательны Я поняла Сами ведь понимаете Счастливого пути До свидания Будь умницей, доченька Скоро приеду Слушай меня, доченька Ты мой оберег Не забывай это А этого бестолкового Выкинь из головы Ты теперь Принадлежишь Саидбеку Думаю, что ты не сделаешь ничего плохого Что могло бы запятнать наш рот До свидания Удачи вам Мурат Мурат Что? Принеси воды, пожалуйста Лекарства хотел выпить Сейчас На Спасибо, друг Мурат Сделал бы супчик Остренький, горяченький Может, простуда отступит Разлегся и приказы отдает Супчик, видите ли, ему А из чего тебе супчик сделать? Из воды? Ты в эти дни что-то вообще разлегся? Не по дому ничего не делаешь Все я делаю Три месяца за квартиру ни копейки не дал А теперь и вовсе разлегся Типа болеешь Доздался ты мне Надоел Лучше позвони своей Эроди Пусть придет и сварит тебе твой суп Ты далеко? А суп тебе от фонаря появится? Умараке, что приключилось? Я Сильно заболел Пришла бы Было бы хорошо Заболели? Я сейчас приеду Эрода Отойдите Твой отец дал мне наказ Куда ты собралась? Отпустите Эрода Ты куда? Сначала выпейте вот это Потом вот это А если выпейте вот это Сразу поправитесь Стоп, Эрода На самом деле я позвал тебя сюда Чтобы увидеть тебя в последний раз Я не поняла Что это значит? Ты прекрасно понимаешь Что я хотел сказать Твой отец все равно не согласится На наш союз Через пару дней Приедет твой папа И точно Будет твоя свадьба Будет так, как я скажу Я сама Распоряжусь своей судьбой Нет Это дело тебе не под силу Это уже Давно решено Парень, которого Выбрал твой отец Мне кажется Неплохой Я уверен Что с ним Ты будешь счастлива Но между нами Есть одна Сладкая штука Знаешь, какая? Это сладкие воспоминания О нашей любви Вот и все И больше ничего не может быть Между нами Нет Не так, Кумараке Зачем ты упрямишься, Ирода? Твой отец правильно делает Каждый родитель Желает своему ребенку Счастья Удачи Ты меня любишь? Если ты меня любишь Любишь по-честному Соглашайся с папиным выбором Не обижай его, хорошо? Все, не плачь Ведь ты умная девочка Ты где была? Малахатапа Не тыкайте мне Хоть вы меня и воспитали Плату получали Извините Отец ваш Наказал следить Поэтому Была с подругами Больше не повторится Слушаю Недавно прилетел Хорошо, спасибо Слава Аллаху Хорошо Неплохо Как вы сами Ничего страшного Говорите С предпринимателями С предпринимателями Здравствуйте Папочка Здравствуй, доченька Как съездили? Как ты? Как дела? Все хорошо? Спасибо Не трудно было? Вы не устали? В мое отсутствие тебя никто не обижал? Нет Очень хорошо Папа А вон те вещи для кого? Для меня? Не знаю Какие красивые Ух ты Это тоже мне? Не знаю Папочка Лучше вас Нет ни одного человека на свете Спасибо, доченька Что такое? Дочка Что случилось? Доченька Что произошло? Ведь я всего лишь простая домработница Извините Не смогла удержать Но вы могли бы мне позвонить Я же оставил вам номер телефона Все, сестренка Спокойно можете одеваться И выходите, пожалуйста Хорошо Манзурапа А ребеночку Четыре месяца Да ну В этом положении Сделать ничего невозможно Если мы сделаем аборт Это может сказаться На здоровье девушки Но я слышала Что и в четыре месяца Делают аборт Правильно Но ваша племянница Никогда не может иметь детей Да еще и скажется На ее здоровье Если вы этого хотите Напишите Что не имеете претензий Я просто в тупике, сестра В тупике Оказалось, мне еще Это наказание дано Дорогой братик Кажется, теперь Кроме того, как выдать дочь За него замуж Другого выхода нет Нет другого выхода Да что вы говорите, сестра Вы хоть понимаете, что говорите Я за этого негодяя Свою дочь никогда не отдам Никогда Ибрахим Что Ибрахим Чего ей не хватало, сестра Она только пикнет Я ей все на блюдечке преподносил Чтобы не чувствовала себя сиротой Смотрел в глаза Чтобы уловить Какое у нее настроение, сестра Что еще надо было Из-за нее Я даже отрекся От своей личной жизни Все, что у меня есть И самого себя я посвятил ей А она А она от какого-то негодяя Зачала в грехе ребенка И преподносит мне От этого грязного негодяя Внука, сестра Все Перестань Возьми себя в руки Нет Я так Этого не оставлю Сестра Мне не нужен Внук, рожденный в грехе Здравствуйте Мразь Что вы делаете? Вот тебе Я что тебе говорил? Ходи подальше от моей дочери Говорил мразь Папа, все в порядке? Моя сладкая доченька Слушай внимательно Быстро собирай вещи Мы сейчас уезжаем, хорошо? Куда? Ты что зеваешь? Быстро собираемся Уезжаем Столько времени прошло Если бы любил Давно пришел бы Он не знает, где я Как он найдет? Папа меня заточил Среди этих гор Эх, детка Он не должен был Оставлять тебя В таком состоянии Должен был Прийти к твоему отцу И поговорить Любящий человек Дойдет до края земли И найдет свою любовь Может он пришел А папа его выгнал Здравствуйте, Ибрахим Аке Как доехали? Как вы? Спасибо Как вы? Спасибо Ты как дочка Никто не беспокоил? Как у вас дела? Спасибо, все в порядке Совсем недавно чай заварила Пейте Пейте Доченька моя Я так мечтаю О твоем приходе В этот мир Твой папа Обязательно придет И заберет нас Мы еще так счастливо Заживем Субтитры подогнал «Симон» Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Что стряслось? У хозяина нет настроения Мы ездили к следователю Зачем? Был же Умар И что? Так вот, его, оказывается, убили Ирода 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 Доченька Вместе завтра пойдем навещать мамочку Умараке Умараке Ирода Ирода Доченька Слава Богу, пришла в себя Ирода, еще Дыши Чуть-чуть осталось Тушься Еще чуть-чуть Дыши глуже Еще Вот и все Если с дочкой что-то случится, отвечать будете вы Ирода Доченька, слава Богу, тебе лучше Где мой ребенок? Малахатапа Малахатапа Дорогая моя детка Где мой ребенок? Выпей вот водичку Выпей Ирода Ирода Попей водички Не буду пить Где мой ребенок? В чем дело? Все в порядке? Папа Где мой ребенок? Я отдал Вынужден был так сделать Зачатый от пса в жертву не пригоден Папочка Где мой ребенок? Скажите Найдите моего ребенка Умоляю Умоляю вас Найдите мне моего ребенка Дочка Встань с колен Из-за одной бестолочи Из-за одного нечистого не унижай себя так низко Поднимись Стойте Скажите хотя бы кто родился Мальчик или девочка? Прошу Теперь это не имеет никакого значения Для вас может быть не имеет Но для меня имеет Папа Скажите Мальчик Нет Нет Найдите Найдите Мальчик Мальчик Без Он Мальчик Без Без Мальчик Прохраняем Субтитры создавал DimaTorzok 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 Я не знаю больше, сюда не приходи Дорогая тетушка, где мой ребенок? Скажите Сколько хотите денег? Скажите, я дам Нет, только скажите, где мой ребенок, тетушка? Я ведь сказала, я не знаю, спроси у папы Ничего не знаю, оставь меня в покое Уходи, уходи Жальтесь надо мной, милая тетушка Умоляю вас Может, он у вас дома? Не у меня, детка Уходи, оставь меня в покое Откройте Пусть Аллах даст вам добра Субтитры создавал DimaTorzok Доченька, дай сумку Не трогайте Занеси вещи Хорошо Здравствуйте Я очень рад вашему возвращению рода Но Вы как будто сильно устали Поездка утомила Понятно Саидоке Слушаю А вы тоже работаете строго по плану? Не понял Хочу сказать В семье все должно быть так Как вы скажете Ну что вы, нет, конечно Из одной ладошки хлопок не выбить Естественно, и вы должны иметь свое мнение Я согласна выйти за ваш замуж Только у меня два условия Не спрашивайте, почему Хорошо Я выйду за вас замуж Обязанности, которые возложены на женщину Буду выполнять абсолютно все Только большего от меня не требуйте И потом никогда не спрашивайте о моем прошлом Это мое первое условие Когда выйду замуж за вас Вы вообще никогда не будете Сотрудничать с моим отцом Причину не спрашивайте Если вы не согласны Тогда Я согласен Это тот самый салон? Да Это лучший свадебный салон в нашем городе Даже так? Да Добро пожаловать Вот одна из недавно полученных моделей Если понравится, можете примерить Что скажете? Ладно, посмотрим Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну, братик, пора и мне домой Свадьба была очень красивая Дай Аллах, чтобы твоя дочь там жила счастливо Здоровья им Да будет так, как вы пожелали, сестра Сестра Что? Вы сегодня навестили Зарифу? Какую Зарифу? Вашу сноху Братик, ты в своем уме? Так ведь Зарифа умерла Братик, не пугай меня Не пугай меня Ибрахим 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 Что? Что ты говоришь? Извините, сестра, извините Я кажется устал Братик Сестра Что? У меня к вам есть одна просьба Найдите мне Вашего Старшего сына, Фархада Зачем тебе нужен Фархад? Я хочу передать ему свои дела Зачем тебе передавать свои дела? Что это значит? Или тебе кажется, что у нас есть корыстные цели, братик? Нет, сестра Я за эти дни Кажется, сильно устал Чувствую себя неважно Нервы не в порядке Абсолютно ничего не интересует Устал от всего, сестра От всего Абсолютно ничего не хочется делать, сестра Ничего Как отдохнула? Спасибо Вчера вы припозднились Да, вчера было Много работы Я задержался Опять ходили к нему? Да, ходил Я ведь говорил, не ходить к отцу Отец ведь нам не чужой Так он и стал нам папочкой Я не ожидал от вас этого Смотри, Рода Сейчас ему очень трудно Он ни с кем не общается Целыми днями сидит дома Стал какой-то нелюдимый И делами управляет кто-то другой Здоровье совсем не важное Поэтому сейчас он нуждается в нашей поддержке и внимании Пойми Мой отец не нуждается в вашей поддержке Вы не знаете, что он за человек Отец и мать Кем бы они ни были Обязанность детей уважать и чтить их, поняла? Этот человек не заслуживает никакого уважения Не знаю, как ты Но лично я Не могу оставить его в таком положении Ты помнишь, что сделал преподаватель? Помнишь? Запер нас в аудитории И мы от страха потом просили прощения Ты скучаешь? Вот, дружище, уже год прошел со дня вашей свадьбы Дай Бог нам, чтобы вместе справляли и десятилетия, и двадцатилетия Будьте счастливы Сладеньких вам ребятишек Будьте счастливы Спасибо, друг Пусть твои пожелания сбудутся Будьте счастливы Надо же, чуть не забыл У меня подарок Иродохон Поздравляю Спасибо Идем потанцуем? Пойдем Идемте Иродо Идем Идем, Родо Идем Идем Не хочу Уберите руки Жалеете, друга? Жена непослушная, да? Перестань Редактор субтитров А.Семкин Иродо Слушай меня Я прекрасно знаю, что ты меня не любишь Однако Это не обязательно демонстрировать прилюдно У меня тоже есть гордость Я ведь не заставлял тебя выходить замуж Насильно И я вам говорил Не требовать от меня любви и внимания Я это прекрасно знаю Однако Возле посторонних людей Просьба Все же я твой муж Я тоже не забыл о своей обязанности Тогда скажи Прилюдно проявлять неуважение к мужу Тоже входит в обязанности Говори Знаю Ты не забыл о Умаре Я абсолютно не хотел тебя этим укорять Я все знаю Абсолютно все До того, как ты вышла за меня замуж Малахатапа все, что произошло Рассказала мне Тогда зачем вы женились на мне? Потому что я люблю тебя Люблю Я презираю себя за это Ты для меня до сих пор еще та чистая, добрая, простодушная девушка Если хочешь знать Я тоже любил И разлучился с ней Но я не поставил точку для жизни Я продолжаю жить За столько времени Ты хоть один раз спросила Что у меня в душе Знаю, ты не любишь меня Ты никогда не сможешь полюбить Всегда, когда я смотрю в твои глаза Я вижу в них холод Вот и сейчас Тот же самый холодный взгляд Я думал, что моей любви хватит на нас обоих Дурак Я устал, Рода Устал Саиде Ке А ведь и правда В чем виноват мой муж? Если бы я вышла замуж за Умара Интересно Он так же берег бы меня? Нет По-моему, нет Я не ценю то, что надо ценить Здравствуйте Здравствуй Дайте мне Я налью Я сам Дайте сайдака Я сама налью Ваш подарок очень красивый Мне идёт? Да Посмотрите Если понравилось, я рад Вы простите меня за вчерашнее Я почему-то нервничала Я позавчера была у врача Что случилось? Я в положении Вот здесь тоже посмотрим Алло Здравствуйте, сайдаки Здравствуйте Я Фархот Слушаю Дядя ушёл на улицу Смотрю, его нет дома Что? Дядя ушёл на улицу Куда ушёл? На улицу, говорю же Не можем его найти А почему? Мы работали, он ушёл Никто не заметил, как он вышел Слушай меня Вы в милицию заявили? Нет, в милицию не заявили Но его нигде нет Давайте заявите в милицию Я скоро приеду, хорошо? Хорошо Что случилось? Отец ушёл из дома Как ушёл, так и вернётся Уходим Здравствуйте, дядя Ибрахим Здравствуй Добро пожаловать Отец вам плов передал Нет, нет Не нужно Я обедал Вот, возьмите Даст Аллах Дочь вернётся И я всё верну Да не надо, что вы Счастливо оставаться Вот вернётся дочь из-за границы Я всё верну Всё верну Когда дочь вернётся Я всё верну Когда дочь вернётся Я всё верну Даст Бог Когда дочь вернётся Обязательно вернётся Дочь вернётся Дочь вернётся Попался Сынок Хурма ещё не созрела Созреет сам тебе на рву Хорошо? Хорошо Молодец А где мама? Всё, не плачь, деточка Ну вот она Ну не плачь Почему мы плачем, душечка моя? Вот твой папа пришёл Всё, не плачь Иди ко мне Иди, что случилось? Что произошло? Мама тебя поругала Почему поругали моего сына? Что? Пойдём чай пить На самолёте полетим, да? Мой сыночек Вот и старик пришёл Да, потом нам тоже принеси два мешка угля Мамур Помоги Не торопись Да, этот тоже Всё, идём в кузницу Что не ешь? Что не ешь, говорю Всё, не зевай Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь На, возьми Это за работу Плата за работу Слава Аллах А теперь вставай Батарака тоже принеси два мешка угля Будь осторожней А то упадёшь И двор остался без присмотра Завтра надо нанять садовника И помощницу Мухаммаджон, стой Не торопись Вот ты упал, надо же Я одежду испачкал Слава Аллах Слава Аллах Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Привёл садовника, объяснил, что надо сделать... Смотри за детьми... Чай приготовишь? Хорошо... Давай... Дайте пройти... Из-за тебя промазал... Не видит... Чай будете пить? Буду... Ирода, что? Мне... Придётся ехать в командировку... Когда? Пока неизвестно... Но очень скоро... Надолго? Зависит от работы... Что? Чего опять настроение испортилось? Не знаю... Почему-то на душе тревожно... Из-за того, что уезжаю? Продолжение следует... Продолжение следует... Простите, сестрёнка... В чём дело? Я хотел с вами поговорить... О чём? Вы Ирода? Да, Ирода... Вы меня не узнали? Нет... Я друг Умара... Мурат... Вы откуда знаете Умарака? Вы меня видели всего два раза... Когда приходили к нам в квартиру... Я хочу вам сказать... Обо всём, чтобы вы знали правду... Какая правда, я не поняла... Я хочу попросить у вас прощения... Умар вас не любил... Не поступив учиться... Устроился на работу в Пайнет... Нам нужны были деньги... По нашему плану... Узнав о том, что... Ваш папа очень состоятельный человек... Решили... Окрутить вас... Потом путём шантажа... Потребовать большую сумму... От вашего отца... Вы помните, когда он болел... Вы пришли к нам на квартиру? Да... Он вам говорил... По-моему, парень которого выбрал твой папа... Неплохой... Всё получилось, как мы запланировали... Умар весь эпизод того дня заснял на телефон... Ты мразь... Я сейчас же тебя убью... Ты разрушил счастливую жизнь... Моей безвинной дочери... У тебя нет права на жизнь... Ты не имеешь никакого права жить на этой земле... Я убью тебя... Ты не ори на меня... Лучше образуем свою дочку... Ну... И как? Как? Смотри... Хорошенько посмотри... Ахххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх Если хочешь избежать огласки, половину твоего состояния дашь мне. Ваш отец привез назначенную сумму. Умар был очень жадный. Плату за квартиру и то зажимал. В один день я попросил немного денег заплатить за квартиру. Мне надо отправить деньги домой. Заплатить долг. Какие деньги, какой долг? Я у тебя хоть сумму просил? Что бы ты ни делал, ты все делал для себя, понял? Я тебе ничего не должен. Куда хочешь, туда иди, понятно? Убери руки. Что, руки появились? Парень, ты кого из себя возомнил? Тебе деньги нужны? Верни свой долг. Отдай деньги. На. Тебе хватит. Что я буду с этим делать? Что это? Отдашь матери, понял? Ты два часа уже плачешь. Отдай деньги. Надо же, рубаху порвал, козел. Ну, тварь, я тебе еще устрою. Чего тебе? В порыве ярости я не понял того, что натворил. Я никогда не думал, что такое может быть. Но, к сожалению, так получилось. Вот все то, что произошло. Прошу, простите меня. Сейчас иду. Кто там? Я не знаю, где твой отец. Доченька, после свадьбы мы потеряли твоего отца. Свои дела он переписал на моего старшего сына. Поначалу мы перезванивались. Потом, когда я хотела его навестить, он категорически отказался. Сказал, не приходите. Мы потом еще несколько раз перезванивались. Потом он отключил телефон. У меня были некоторые проблемы, и я очень долго не могла с ним поговорить. В то время он частенько страдал потерей памяти. Однажды ушел из дома и заблудился. Мы с твоим дядей еле его отыскали. Это повторялось несколько раз. К сожалению, потом мы его вообще потеряли. Ты тоже из-за этого Умара и своего мертворожденного ребенка все связи порвала с отцом и со мной, доченька. Почему вы говорите, что родился мертвым, тетя? Он ведь живой. Что? Ты в своем уме? Кто может свое чадо отдать кому-то? Доченька, у тебя родился мертвый ребенок. Тогда твой отец извелся, что его первый внук родился мертвым. Не дай бог, чтобы мужчине пришлось плакать. Ты тогда три дня лежала без памяти. Я хотел остаться рядом, но папа воспротивился. Вы можете не сдержаться и сказать, а дочь моя узнает, что потеряла ребенка и не вынесет этого горя. Я скажу, что ребенок у нее жив. Мой бедный братик из-за тебя стал несчастным. В чем его вина? В том, что он вырастил тебя в тепле и в любви. и не вынесет, что он вина. Хозяйка, кто вам нужен? Дочка моя. Дочки здесь нет, уходите. Дочка. Ирода, доченька, единственная моя, от рады моя, ты еще поправишься, доченька, поправишься, поправишься. Я пришел, доченька, я пришел, ты поправишься. Ирода, папа, найдите, приведите папу. Папа, твой был здесь. Что? Да, но он недавно ушел. Сайдеке, скажите правду. Да, он приходил. Мы его не остановили. Не смог. Ты была без сознания, и он все эти три дня, оказывается, возле дома лежал под окнами. Домработница не знала твоего папу и не впустила в дом. Вчера, когда я приехал из командировки, я увидел его и пригласил в дом. Он, бедный, замерз. Тихо, тихо. Он постоял возле тебя и ушел. Я не смог его остановить. Стой. Послушай, ты куда? Я должна найти отца. Хорошо, найдем вместе. Найдем. Я должна найти его. Хорошо, сейчас найдем. Папа. Найдем. Старик, который не много того? Да. Посмотрите в магазинах на той стороне. Да, там бывает. Папа. Доченька. Папочка. Доченька. Папа, что вы здесь делаете? Доченька, ты пришла. Пришла? Я знал, что ты обязательно придешь. Я знал, что ты придешь. Ты почему так легко одета? Ведь так ты можешь простудиться, сладенькая моя. Ты ведь простудишься. Папочка, простите меня. Не плачь, дочка, не плачь. Ты ничего плохого не сделала. Наоборот. Я тебя замучил, доченька. Доченька. Папа. Папа. Мне кроме тебя никого не надо, доченька. Папочка. Я ушла. Я тебя чувствую, доченька. Папочка. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в наш канал! Я думал, что твой отец – плохой человек, сделал тебя несчастной. Моя любовь ослепила меня. Но сегодня я все понял, всю правду. Да. Я не видел своего отца. Отец меня оставил. Но твоего отца я любил как родного. Если бы ты знала, как я люблю тебя. Ирода. Я хотел сделать себя самой счастливой женщиной. Но человек, не ценивший своего родного отца, разве оценит меня? Смотри. Смотри мне в глаза. Такой самолюбивой, эгоистичной, предавшей своего отца женщине, я не могу доверить воспитанию своих детей. Нет. Столько лет прожил в никуда. Дом, машина, все останется тебе. Не уходите. Но к детям не смей приближаться. Не нужно. Не смей показываться мне на глаза. Разговор окончен. Саидоке. Подождите. Вы оставите меня в таком положении? Ради памяти моего отца. Простите меня. Его единственное желание было, чтобы я была счастлива с вами. Ему больше ничего не надо было. А тебе? Что тебе надо? Что тебе вообще надо? Я, оказывается, заблуждалась. Я была слепа. Умоляю вас, простите меня. Молю вас. Не разлучайте меня с детьми. Я только сейчас поняла, насколько вы мне нужны. Нет, Саидоке. Прошу вас. Не оставляйте меня. Саидоке. 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 Не оставляйте меня. Саидоке. Саидоке. Продолжение следует... Продолжение следует...